Yo, what's going on? Что, самое время начать? Привет, друзья, это Егоров. Я не в России, а Эрик Яна не в Амкале. А где он будет, мое мнение, автодротс. Ждите скоро. Это первое. Но второе, давайте разберем, чего он там наговорил у себя в телеге и как объяснил свой уход. В этом-то мы разбираемся. Решение об уходе из Амкала я принял непосредственно после крайней игры против СФК из-за того, что я почувствовал, что все, морально я иссяк. Сразу хочу сказать, в последнее время отношения Эрик Яна и коллектива существенно обострились и я даже предполагаю, что в какой-то момент дело могло дойти до драки. Но об этом потом, а сейчас я хочу напомнить, что в момент, когда все сложнее становится смотреть матчи зарубежных чемпионат по нашему телевидению, логичнее. Мой уход назревал еще летом. Точнее, в конце лета. Сразу после окончания МКС. С тех пор много что изменилось, но не в положительную сторону для меня. Говорит он абсолютную правду. Еще летом мы с ним разговаривали, Эрик Яна собирался уходить. Причин было несколько и все они звучат достаточно логично. Но первая причина заключается в том, что ему обещали игровое время, что он сыграет когда-то на МКС. Это не было выполнено, потому что даже в матче с Тудроц, когда Эрик Яна восстановился от травмы и Амкал вел 2-0, даже на последние секундочки его не выпустили на поле. Хотя изначально он и переходил в Амкал как антагонист, как человек, который отказался от Тудроц для другого проекта. И эта красивая история не была завершена. И я уже поднимал эту тему, что мне были обещаны какие-то минуты на поле, на МКС. Но из-за того, что даже в финале я вышел к бровке, чтобы выйти на замену, но прозвучал свисток, и я даже не вышел на поле, получилось так, что я очень сильно испытал большой психоэмоциональный стресс. Во-вторых, Эрик Яна реально хотел, и может быть ему было обещано, что он станет в Амкале звездой. Что он будет постоянно на всех фотоснимках, на афишах, на представлении новичков, на всем чем угодно. Постоянно будет мелькать в роликах, и как-то за ним постоянно будут следить. Ничего из этого также не было выполнено. Я не знал, когда я приходил в Амкал в июне, что команда будет расформирована полностью, за исключением некоторых персонажей, что будет набран новый, неизвестный никому состав. Сначала я отнесся скептически к этой идее. Ну и третье, Эрик Яна по сути, я думаю, что он рассчитывал на какую-то определенную поддержку, особенно после ухода из Тудроц, на ту поддержку, которую, возможно, получали в том числе и Саня Коваль, и другие ребята, которые к Тудроц уходили, потому что, опять же, их тянули за уши. Но Эрик Яна был, в принципе, предоставлен сам себе. Если ты хочешь, чувак, что-то создавать, создавай сам. Никто насильно не будет тянуть из себя что-то для твоего успеха. Друзей у меня не осталось в клубе, кроме Бары и Михалыча, с которыми и так очевидно было хорошее общение для всех. А с остальными просто исключительно деловые отношения в рамках проекта, тренировок и игр. Действительно, Эрик Яна прав, глубочайшей дружбы между ним и коллективом так и не получилось. Как бы обе стороны не хотели этого достичь. Да, но я вам сразу скажу, у меня есть примерно такая же майка колдового Амкала, где есть подписи всех практически футболистов, особенно старичков, которые были в этом клубе. Так что, как только у меня будет 40 тысяч подписчиков в Телеграме, Телеграм это будет у нас основным средством связи, я так чувствую, в ближайшее время, я ее там же и разыграю. Ну и постригусь, как только вернусь в Москву отсюда. Так что, друзья, подписывайтесь на Телегу, там будет розыгрыш этой майки и других призов. А мы продолжим про Эрик Яна. Я не хочу обвинять ни коллектив, ни аудиторию. Это все условности. Все сталкиваются рано или поздно с хейтом, с травмами. Но мне просто ментально было очень тяжело. Ну и четвертое. Эрик Яна прекрасно понимал, что Амкал в данную минуту уже не дает ему ни подписчиков, ни хайпа и в том числе не может дать уже и зарубежных поездок. Так что он был честен, он до последнего рубился, хорошо относился к коллективу, не показывал явно свое негодование. Вот только в последние, в последние дни он был достаточно токсичен и грубо отвечал людям в чате, когда они о нем шутили. Об этом тоже мы чуть позже поговорим. И реальная ситуация накалялась. Было оказано на меня несколько раз неоднозначное, неоправданное давление касательно уровня моей игры и прочего. Поэтому, не знаю, я привык к тому, что коллектив поддерживает игрока до последнего. В любом ситуации, особенно в сложном. Амкалу Эрик Яна тоже не был нужен. Здесь все логично. Эрик Ян просил к себе отношения как к профессиональному футболисту. И он подчеркивал, прочелкивал, подчеркивал, что он именно футболист. Что он не хочет быть просто смешащим публику человеком. Насколько я знаю, Герман и все остальные действительно с ним разговаривали и убеждали Эрик Яну, ну давай сосредоточимся именно на каких-то угарах. Ты будешь выходить под пенальти, еще подошел. Нет, Эрик Яна говорил, я профик. Но вот именно если брать категорию профика, то, я так понимаю, руководство Эрик Яна не устраивал. Как известно, футболисты сталкиваются не только с физическими проблемами из-за травм, но и с психологическими. И для восстановления им нужна поддержка, хорошая реабилитация и, как очевидно, уверенность в себе. Во-вторых, в команде в какой-то момент, и об этом я тоже дальше скажу, появилось подозрение, что Эрик Яна симулирует травмы для того, чтобы его недостаточно на данный момент высокий уровень игры чем-то объяснялся. То есть, условно, у меня есть травма, и поэтому я постоянно не готов и не могу играть. В последнее время, повторюсь, это мнение начало укореняться, потому что Эрик Яна, когда его хотели выпускать на поле, то куда-то уходил, то не было определенных показаний медицинских для того, чтобы, по идее, у него что-то болело. То есть, вот это сомнение тоже присутствовало. И для меня даже самого лично, это непонятная история, потому что у меня были травмы и ранее, но мне удавалось восстановиться без каких-либо последствий. А здесь элементарно даже стиль бега изменился. Я бегаю тяжелым, груженым, и режим не могу восстановить, потому что, хотя я осознаю, что это очень важно. Ну и в-третьих, это самое главное, Эрик Яна в последнее время был действительно на дизморале, он мог предъявлять, как и партнерам по команде, так и вообще был достаточно токсичен, несмотря на медитации, и достаточно спокойный и дружелюбный обычно нрав. И об этом Эрик Яна сам говорит. Начал поддаваться какой-то бесконтрольной агрессии, вообще стал себя по-другому вести и воспринимать все по-другому, как-то более остро, резко, и не знаю, что ли, утратил что ли себя, если можно так сказать. Ситуация стала совсем неприятной, когда над Эрик Яна шутили из-за его неявки на тренировку, там была какая-то история, опять там обсуждались травмы, еще какие-то отмазки. Кто-то в ролике пошутил, и Эрик Яна прямо зашел и сказал, что в какой-то момент уже будет разговаривать с людьми по-другому. И много неприятных вещей в чей-то адрес написал. Мы пытались объяснить, что это шутка, но эту шутку он воспринимать не хотел. И тогда стало ясно, все, и Эрик Яна в МКЛ не будет. Повторюсь, где он будет? Ну, скорее всего, это Тудроц, потому что к нему хорошо относятся, о нем говорили, что его хотят видеть в команде вновь. Ну, и формат для Эрик Яна, как мне кажется, подходящий, где можно бить поворотом. Ну, я надеюсь, что я смогу сейчас в спокойствии обрести себя. И делаю то, что я люблю. Тренироваться и играть в футбол. Так что уход Эрик Яна можно назвать абсолютно логичным, который был совершен достаточно уважительно, но без лишнего лизоблюдства. И то, и другое выгодно всем, и никто из сторон уже ничего в последнее время друг от друга не мог получить. Тем более, когда у Амкала обломались зарубежные поездки. Так что все логично. Спасибо всем за то, что вы меня послушали. Я думаю, что Телеграм будет жить, и я буду показывать, рассказывать что-то о себе, о своей жизни здесь. Несмотря на уход Эрик Яна, я к нему очень хорошо отношусь. Он не по годам рассудительным, пытается быть парнем, и, возможно, даже и есть рассудительный парень. Но его история это как пример современного общества хейта и неспособности принятия другого человека. Я уже в одном ролике это записывал, и повторюсь еще раз. Но вот что мы знали об Эрик Яна в самом начале? Я забыл достать фафон, поэтому сейчас его достану, все-таки продолжу. Что мы знали об Эрик Яна с самого начала? Во-первых, он очень красиво залетел. Яркая внешность, дорогие шмотки, обещание, что он будет суперфутболистом в нашем едином футболе, потому что он уже является профиком, который чуть ли не просматривается в испанскую секунду. Заход был мощнейшим, что на первых порах всегда вызывает интерес. Но потом за этим интересом, когда человек только один раз оступается, начинается обратный процесс. Чем выше уровень изначального интереса, тем выше будет уровень хейта в тот момент, когда ты ошибешься. И здесь стоит сказать о важности случая. Вы же помните все этот матч Амкала-Студротс, когда Амкал победил серии пенальти. Вы все помните, что Эрик Яна тогда шел бить победную точку. И он промахнулся. Но представьте, что он бьет другой угол. Либо Фидос отбивает мяч в ворота. Любая ситуация, которая бы в этом мгновении, где не нужно было прикладывать сверхусилий, где не нужно было каким-то образом стараться, но она полностью делит судьбу в данном случае Эрик Яна на до и после. Как минимум в нашем медийном футболе. Потому что забей он этот пенальти. Просто прыгни Фидос в другую сторону, он бы стал кумиром Тудрос на долгое-долгое время. И мог бы спокойно бить штрафные в их роликах и чувствовать себя абсолютно комфортно. Он был бы легендой, которая взяла на себя в тяжелый момент ответственность для пробития пенальти. Но он не забил. И соответственно, не на хула же после этого гнать, а очень удобная история с Эрик Яна, который вроде бы вышел на поле и не показал того, чего он обещал, который вроде бы, несмотря на все свои медитативные успехи, не настроился, получается, на этот пенальти. Ну и в принципе стал человеком, на которого свалили вину. И этот же Эрик Яна очень быстро не выдержал хейта и ушел из Тудроц, получая дальше и дальше и дальше хейт. В тот момент, когда ты, к сожалению, ошибаешься, не делая ничего плохого, Эрик Яна не делал ничего плохого, он просто пробил пенальти, к тебе начинают липнуть различные слухи, которые тебя дискредитируют. Случай с Эрик Яна это его намеренное желание демонстрировать, что он травмирован, чтобы объяснить свою плохую игру в футбол. Когда Эрик Яна переходил в Амкал, нам сразу говорили, чуваки, ну из предыдущей, будем так считать, его команда, чуваки, как будет только первая игра, все обещания Эрик Яна исчезнут после того, как на первых же минутах он получит травму, поняв, что не может играть на этом уровне. Что ж, это именно и произошло в игре Амкала с ЦСКА. Эрик Яна через пять минут сломался. И здесь в том числе начало портиться отношение у некоторых и в нашем коллективе, которые думали, да, это действительно так и есть, то есть нам оттуда обещали, что так и будет, и это произошло, мы это обсуждали, в том числе на сборах, куда Эрик Яна не поехала. И тогда я, в том числе, по своему желанию захотел как-то свести Эрик Яна с Эдуатом Безуглым, врачом на тот момент сборной России, Эрик Яна поехал на исследование. И как же все удивились, когда действительно это обследование показало, что у него застарелая травма бедра, которая вызвала дегенерацию мышц, то есть действительно вероятность того, что Эрик Яна постоянно получает повреждения, она была очень и очень высокой. Эрик Яна действительно долго и долго восстанавливали. Но даже если эта информация была фейковой, даже если это подозрение было несправедливо, все равно где-то на подкорке, и оно все равно остается. И Эрик Яна доставалась и доставалась и доставалась за это. Как только ты пообещал, что ты очень крутой, любая твоя неудача превращает тебя в изгоя и объекта хейта. Третье, Эрик Яна в какой-то момент стал жертвой моего интервью, потому что мы сделали как раз после сезона один большой материал, где Эрик Яна честно рассказал о своей жизни, ну во всяком случае, как я считаю честно, и о том, что он не всю жизнь прожил в Колумбии, о том, что у него корни и в Украине, и в России, и о том, что он никогда в детских футбольных школах не играл в московских именно в лигах, что был он там только на товарищеских матчах, также, что эти просмотры в Испании были оплачены им самим, что его не приглашали ни в какую секунду, и мы переносили, переносили, переносили время это интервью, причем Эрик Яна сам говорил, что давай перенесем, пока не получилось разоблачение, где Паша Городницкий сказал примерно ровно то же самое, что говорил мне Эрик Яна за две недели до этого, и новое, в волнах это, рухнуло на этого двадцати, двадцати однолетнего парня, где, помимо того, что ставился под вопрос, его происхождение ставилось под вопрос, его называли эскортником, что он зарабатывает деньги и чуть ли не проституции, не верили ни одного в его слову, обсуждали и оскорбляли в том числе и по национальному признаку, хотя повторюсь, за это все время Эрик Яна не сделал ничего плохого, просто представьте, что вас на огромную аудиторию называют эскортником, просто представьте, что вы в какой-то момент рассказываете историю своей жизни, но даже если вы ее выдумали, но вы рассказываете эту историю, вас тысячи и тысячи людей унижают, за что? Вы бы психологически справились? В тот момент я предлагал всем и говорил, ребят, если у вас есть доказательства, что Эрик Яна не из Колумбии, если у вас есть доказательства, что вот после еще одного интервью, что он врет, пожалуйста, дайте мне данные, я не буду этим заниматься, я не буду уничтожать человека, дайте мне конкретно доказательства, никто ничего не дал, но зато психологическое воздействие осталось. Мне кажется, что с того момента Эрик Яна хоть и пытался, но уже не был прежним, потому что жизнь над ним немного поиздевалась, я повторюсь, да, он зашел очень бодро, но с этого момента ему стало тяжело. И начали уже дальше происходить срывы. Эрик Яну не нравилось, что на просмотрах и на представлении футболистов в Амкал вызывают не его, что главной звездой становится Прокоп, хотя Эрик Яна обещали тоже определенное внимание. Ему по-любому не нравилось, что нету особого никакого медийного продвижения. Ему не нравилось, что на него в матчах не играет. Ну и по факту ему не нравилось, как играет он сам. Из-за чего появлялись новые и новые и новые травмы. На него действительно, на этого молодого парня обрушилось многое. И последнее, я думаю, на что он мог рассчитывать, это на то, что именно в команде ему будет оказана глубочайшая поддержка. Но здесь, как и в случае с Прокопом, нельзя сделать так, чтобы все были постоянно обеспокоены тобой, твоим состоянием, твоими травмами, твоими интервью, твоими обещаниями, твоим происхождением, всем чем угодно. Нет, обеспокоенным этим быть нельзя. И все закончилось тем, что Андрекьяна в конце уже начали подшучивать и он пообещал разбираться по-другому. К сожалению, друзья, такая история. Так что здесь все логично. И, наверное, я вспомню один случай из своей жизни, когда вот я поехал первый раз в пионерский лагерь в 12 лет примерно лет. И вот я всем рассказывал, что я там играю где-то в футбол хорошо, что я там прям такой футболист и так далее. А потом оказалось, что в этом лагере было несколько чуваков прям из профессиональных футбольных клубов. И выглядел я на их фоне нормально, но не очень хорошо. И мне было достаточно стыдно, что я зашел с таким выпендрежем. После этого, когда я ездил в пионерские лагеря, я вообще ничего не говорил про футбол. И мне было комфортно когда я вдруг играл лучше всех и по мне судили именно по игре, которую я демонстрировал, в том числе в этих пионерских лагерях, в порядке я или нет. И, конечно, можно бодро залететь, но, наверное, для того, чтобы дальше было меньше проблем, нужно быть скромнее. Поэтому, друзья, будем скромнее и будем показывать себя не словами, а наполнее. Ну, а Рикьяну желаю, чтобы после... Ну, по факту он тоже не получил никакого физического урона, это хорошо. И я думаю, что он в том числе научится на своих ошибках и продолжит карьеру в медийном футболе. Потому что он очень интересный персонаж, я его уважаю, всегда буду рад с ним увидеться. Это был Егоров. Всем мира, пока! Продолжение следует...